Всем привет, привет. Жень серьезный. Серьезный рулит, едет. Всем хай. В общем, выбрались мы с ним по магазинам. Заехали сейчас в аптеку. У нас у Мирки лапа чешется. Сходили к интернару. Морда у нее расчесывается. Как у нее этот называется? Демодокс. Демодокс или как-то Демодокс. Почему они по-разному как-то называются? Сходили к ветеринару, прописали лекарства. Тоже всякие кремы, мази купили. В общем, начинаем. Частично что-то будем заказывать на сайтах девчонкам к Новому году. А частично, ну вот Ксюша заказала там гель для умывания. Тоже в аптеки заехали, купили. В строительном. Гель для умывания, керосин. В общем, ездим по магазинам. Сегодня какая-то я без настроения. В каком-то я отчаянии, потому что Марьяна с утра опять у нас истерила, кричала. Ну истерила не совсем подходящее слово, но это уже было близко к тому. Ну, знаете почему? Сейчас пока на себя переведу, неудобно так на вытянутой руке держать. Пришли мы в садик. Во-первых, у нас шкафчик с самого входа. Только откроем дверцу, там нянечка идет с кастрюлями. Приходится закрывать двери, отходить в сторону. Во-вторых, там собралась целая куча сегодня родителей и детей в раздевалке. Видать, это вот тоже на нее все повлияло. Дети-то как бы ничего более-менее. Причем ехала, она в машине замечательная. Думаю, ну нормально сегодня пойдем. И в итоге мы только сели на лавочку. Надо переодеваться там на физкультуру, одеваемся. Нас с одного места выгонят, с другого места выгонят. А мне же, знаете, каждая минута промедления стоит того, чтобы Марьяна не заревела. И надо все это делать быстро, переодевать. В общем, мы пока туда-сюда скакали, переодевались. В этот момент выходит воспитательница, опять другая, так как наша на больничном. Вот, считай, Кристина Александровна заменяла. Видимо, как воспитатель, она хорошо справлялась. И Марьяна с ней как-то, наверное, более-менее ладила. И тут она, видя другую воспитательницу, она бежит на нее с термометром, померяя температуру. В итоге я опять в каком-то напряге, померили ей температуру опять 36,9. Уговаривала, да уговаривала. Она уже начала кричать. Считай, воспитательнице пришлось детей тут оставить. Без внимания они сидели там полукругом на стульчиках. Марьяна орет у детей всех, глаза вот такие вот по пять копеек. Я говорю, Марьянка, я говорю, мне же за тебя аж стыдно стало. Говорю, всех детей перепугало. Ну, в общем, нет-нет. И мы как-то это самое с криками, ссорами пошли. Поэтому как-то вот выбило меня сегодня из колеи. Вот это вот ее состояние. Я уже, честно говоря, в каком-то отчаянии нахожусь. Я прям не знаю, что делать. И она переживает. Я вроде бы стараюсь спокойно все сохранять в спокойствии, но все равно сердце матери не выдерживает. Вот этих вот, я говорю, таких проблем у меня как-то не было. Девчонки шли спокойно. В общем, мы доехали сейчас до магазина. И, может быть, там прогуляемся, посмотрим что-то еще. Ну, и вам покажем. Мы прибежали с Женей в Галамарт. Первое, что я увидела, это вот эти вот венки. Вот напишите мне, как вы относитесь к этим венкам. Ну, что-то мне они, да, напоминают какие-то похоронные. В общем, как-то я их вообще никак не воспринимаю. Всякие новогодние штучки. Хлопушки. А мы бенгальские огни будем в этом году брать, нет? А что-то я не помню, не знаю. С новогодника будем выпускать. Бычки кругом, в общем. Всякие новогодние атрибутики. Я хотела мешочки какие-нибудь посмотреть. Как упаковочные. Тоже на сайте выбирала. Мне так понравилось. Было написано почта Деда Мороза. Внизу можно имя ребенка подписать. Здесь вот такие вот. Всякие разненькие. Маленькие только они какие-то. Сейчас я вам покажу, сколько Жени всего мы набрали. Хотите? Смотрите. Что-то ходим. Такая древний день тут вообще. Поехали дальше. Штаник купил себе. Адиковские. Короче, мне так нравится фикс прайс. Вот эти велюровые штанишки. У Марьяны есть. У Анютки. С Марьяшина вырос взяла. В общем, такие у нас мега покупки. Взяла вот этот гель для умывания. Мне нравится. Этот, в общем, ради игрушки Марьяни. А я не знаю, сегодня буду вообще ей отдавать его или нет. Она себя плохо вела. С зубным пастой и сок. Вот сок возьмем, а этот, может, на завтра оставим. Идем дальше. Ничего тут тоже нет. Да нам особо ничего не надо. Мы на сайте в основном все заказали. Так прогуляться решили. Календарь нам надо купить на Новый год. А здесь должны быть. Закончилась наша прогулка по магазинам. Буквально часик. Да, особо-то как бы ничего не надо было. Зашли, я думала, может, мешки какие-нибудь там под подарки посмотреть. В принципе, у меня есть такие мешочки всякие. Ну, пакетики есть бумажные тоже новогодние. Сейчас идем за Марьяной. А что мы? А, ну ладно, сок-то я хотела взять. В машине попьет. Не заслужила Марьяша сегодня. Плохо себя вела. Идем не торопясь, потому что только, наверное, сели за стол. Сейчас тоже близко подходить нельзя. Вон еще только накрывают. Надо как-то скрытно. Короче, прячемся. Женя, приседай и ползи. Сегодняшнее меню. Супик, руки воняем. Руки сусик воняем. Руки сусик воняем. Привет. 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 Приветушки. Что, кушала? Пусть сандали-то опять на левую сторону. На разные ноги надела сандали. Ну иди, я тебя обниму. Иди скорее, иди скорее обнимайся. Иди скорее обнимайся. Обнимайся, обнимайся. Как у тебя день прошел? Ты плакала? Нет? А почему я утром так сильно расплакалась? Потому что хороший женский ответ. Потому что. Да? Ты, ложись спать. Нет. Иди с ребятками. А я посижу, подожду тебя тут. Нет. Да пойдем. Ляжешь. А я посижу, подожду. Что-то вновь уедешь спать. Да? Чем занимались сегодня? Что делали? Вот это играли, да? Мячики играли. Скультурой занимались. Да? Мы будем одеваться. До свидания. До свидания. Аня, мы поехали. Пока-пока. Папа пошутил. Я встала просто. Открой дверь ей. Я головой ударилась в машину. Головой ударилась? Думала, мы уезжаем, да? Побежала? Да. А мы думали, вы толпой там вышли. Это что, не ваш класс был? Нет, это вообще мелкие. Мелкие? Ой, а вы такие крупачи. Да. Крупные такие уже? Да. Ой-ой-ой. Да-да-да. А у нас сегодня день уборки нет. Марьюшка, больше не открывай, ладно? Да. В общем, мы пока с Ксенией там в комнате занимаемся. О-о-о-о! Ксюша, я это еще не видела. А-а-а-а! Я только Марью зашла, увидела. Увидела этот палац. Марья, покажись. Солнышко наше. Красотка. Встань, покажи вот так вот ручки. В общем, буквально пять минут. Марьяна притихла. Я сама вычу. Это мы тут прибираемся, поэтому у нас тут все... Марья, подожди. Прибираемся, поэтому у нас тут все кучами. В общем, на пять минут мы отвлеклись. Женя там на кухне пылесосит. Посмотрите, мы стул покрасили. Да-а-а! Отойди от меня. О-о-о! Прекрасно. Пикассо, просто, просто Пикассо. Прекрасно, вот это просохло. Просохло уже, да? Это руки. Марьяша, а ты как думаешь, ты хорошо сделала сейчас? Ты думаешь, что это хорошо? Вот ты испортила сейчас шкафчик. И ты думаешь, это хорошо? Посмотри-ка на меня. Ой, да, конечно. Кофточка-то твоя, платьишко твоё покрасила всё. Замечательно. Очередная выходка Марьяны. Кто это сейчас всё будет убирать? Ксюша. А? Ксюша. Нет, дорогая моя, мы сейчас тебя в ванной отмоем. Я тебе дам тряпку. И ты будешь это всё срочно отмывать. Гуашь, она так впитывается. Это же ужас. Нет, ты посмотри, что, а? Она спёрла где-то вот эту вот коробку с гуашью. Умудрилась, успела. Да и тут красота. Бегу, девушки. Ё-моё, да тут вся комната. У меня слов просто нет. Не трожь, положи уже, дорогая моя. Побежали отмываться. Красота. Да и только. Стой вот тут вот. Вот тут вот встань. Покажи свои ладошки. Это я вам ещё не все локации показала. Сейчас Марьяну отмыла. Вот здесь нарисовала. Идём с вами дальше. Свой квадроцикл. Вот она покрасила. И вот здесь вот уже пошли следы. Женя подходит, пошутил мне. Говорит, утюг она ещё твой покрасила синим. Слава богу, хоть утюг не покрасила. Короче, капец. Мы сейчас всей семьёй это всё дело опять отмываем. Стаканчик вот внутри, видите? И ведь это всё по времени, я не знаю, ну минут пять от силы. Это вот она успела за пять минут вот такой вот треш натворить. Это же кошмар. Ксюнечка помогает сейчас оттирать. Тут вон ещё палац тоже. Не знаю, как его сейчас застирывать придётся или чё. Ужас, Марья! Да, я, говорит, красиво хотела сделать. Она ещё мне говорит, а чё такого? Всё же хорошо. Красиво. Я старалась говорить. Давай вот так брала. Да я понимаю, что ты вот так вот брала. Причём мы уже ко сну готовимся. Пришла показать вам. Знаете, оставила на секунду пойти у Ани посмотреть, как она написала там текст. Оставила Ксюшу за ней смотреть. Но вот тогда она умудрилась. Пока мы из комнаты в комнату переходили или как. Причём она там купается, я её не показываю. А показываю вам, что же она сделала. Я думаю, все знают вот такие вот мочалочки. И вот в этих мочалочках были вот такие вот там губки. Что она сделала? Да, мы это. Видите? Она разобрала все мочалки. Клочья. Каза такая. Что-то у меня запотевает камера. Я емут. Жарко здесь. И всё я запихала вот в эту бутылку. Марь, ну как с тобой вот ещё, а? Ну, пакет. Ни на минуту тебя отставить нельзя. Всё, я выкидываю эту бутылку. Всё запотевает. Кто это здесь такой чистенький помылся, а? Я. А кто такой пакостливый? Нет. А? Не я, это Аня. А, это не ты, это Аня. Это Аня, значит, напакостила. Она вообще сидела, уроки делала. Она пакостила, значит, Аня, да? Кто это сделал-то? И зачем? Ксюша. Ксюша, да, сделала? Да. Прекрасно. Видите, какие мы хитропопые, а? Мочалку зачем испортила, девчонка? Марья, как они теперь будут мыться? Скажи мне. А, как же мы мыться будем? Дранами-то, мочалками. Придётся денежку тратить, новые мочалки покупать. Красивые такие, визящие. Не раскрывайся. Визящие. Ну, конечно, да. И те тоже потом порвать, да? Ну, ты завтра съедешь. С барбелёнки капает. Ну, ты завтра съедешь в магазин, купишь, мочалки новые. И не в обоих. А ты... Купи фарик. Не раскрывайся, подожди, холодно. Купи фарик гол. Подожди, дитике показывать нельзя. Купи фарик гол. Ага. Ага. А ты будешь опять орать, как сегодня утром орала? Ох, она что устроила. Нет. А, сейчас я вам расскажу. Это уже второй день. В общем, я снимаю тоже здесь несколько дней. Пришли сегодня с ней в садик, меряю температуру, а у неё 39. Воспитательница в шоке. Я в шоке. Ребёнок без симптомов, без всяких был. Ну, и всё. Мы по коридору погуляли. У неё упала температура до 37,4. Я говорю, ну, тут явно психосоматика. Воспитательница рискнула, оставила её. Мы ещё минут 40, наверное, в раздевалке уговаривались. В итоге не надо было, наверное, этого делать, да, Марья? Да. Надо было маме сразу же уходить. Подожди. А-а-а, не раскрывайся. Ну, Марья. Так, всё. Сейчас я тебя одену и потом расскажу про тебя дальше, да? Температура упала. Да подожди, ещё рано говорить всем. Пока температура упала до 37,4, воспитательница рискнула. Говорит, давайте её оставим. Я говорю, ну, не было у неё температуры, всё нормально. В итоге она её взяла за ручку, туда увели. И всё, я её в окошко помахала, она 2 минуты и успокоилась. Правда, Марья? Ты завтра так же будешь себя вести? Тоже будешь орать? Обещаешь, что не будешь орать? Вышла наша воспитательница? Да, и мы с ней договорились. Скидка, мама. Ну, договорились, что завтра мы максимально быстро, быстро приходим, переодеваемся, заходим в группу и никаких уговоров. Да? Ну, ты там уже решишь, что ты будешь делать, но слёз нам не надо. Ой, мошечка, мошечка пролетела. Опять лучок надо перебирать, да? Ну, что, всё, на этом будем завершать влог. Скажем всем пока? Пока. Покупался, да? Всем пока. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Мы будем очень рады их читать. Да. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили новые уведомления в нашем канале. И приходите ко мне в садик. Да, и приходите к Марьяне в садик по утрам, да? Рассказывать ей весёлую карту. Да, только я прийду на девачке и подожду тебя. Короче, всё. Всем пока-пока. Пока-пока. Когда я буду тебя кисать, я буду на девачке кисать. Всё, в общем, пока-пока. Пока-пока. Нападение! Бандитка Марьяна, а? Вот бандитка. Субтитры сделал DimaTorzok